Так, в уголочку наши лица, да? Да. В этот утро даже лучше видно. Итак, представимся. Дед Великолепный Александр Константинович, внук. Мельников Василий Сергеевич. Так, какой по счёту фильм снимаем? Второй. Третий этим. Третий. Вот. Теперь так, возвращаемся обратно. Один фильм ты забыл, мы снимали его, ты статистифицировал, так? А второй фильм мы снимали здесь. Но кое-что ты тогда ещё не освоился, ты, по-моему, даже немножко терялся. Даже в комментариях заметил мужик, да? Да. Давай сначала. Вот. И постепенно смотри. Где-то я подскажу, где-то ты сообразишься. Ты уже стараешься, да вот. Вот. С кольки лет сказать, в кольки. С кольки. С нуля. А сегодня тебе девять с половиной. С минусом это, кажется, от тебя не было. Всё, ладно, отшутились. Давай нам серьёзный лад. Давай. И так, для чего мы это делаем? Чтобы... Чтобы обучить детей садоводством. И чтобы они все говорили родителям. Как ты говоришь? Я куда хочу? Я хочу в деревню. Да, и сейчас мы будем их заманивать. Так, фотографии будем все подряд какие-то, комитеты какие-то пропускать. Ну-ка, расскажи, что ты видишь. Я вижу... Только громче говори. Я вижу... Сейчас, присоединяй. Ага. Я вижу там... Это... При... Вот там... Прививки. Почему не под бутылками? Ну, потому что мороз. Вот. Потому что мы рано начали... Да, мы слишком рано начали. А почему рано? А если вовремя... А работы много, когда закончим? В жару. А в жару приживаешься? Нет. Во. Все. Так, кажется, уже на троечку знаешь. Посмотрим. Так, ну, мы все не будем. С это... С деревней не только для работы. Да. Согласен. Согласен. Вот скажи, где лучше? Где лучше? В носилках? Или дома на кровати? Ладно. Посмеялись. Так. Так. Вот. А еще лучше где? На карьере. У него в руках вдыхательная трубка и очки. А я купаюсь без этого. Я уже просто умею плавать. Так. Собака. Собака. Я люблю собак. Правда? А ну, в прошлый раз ты знакомила со своей тетей Дарьей? Да, знакомил. Так, ну-ка теперь скажи, что это за утет... В прошлый раз ты не реально сказал, что эти яблоки. И ты немножко испорил впечатление. Ну да. А что это? Это абрикосы. Сорт не помнишь? Помню. Какой? Я... Ты мне тогда говорил, я помню, это сорт абрикос королевский. Королевский. Правильно. Так. А почему они по 100 грамм? А почему их нет в других садах? Потому что... А вот на этот вопрос наука пока ответа не знает. Ответ такой, я сейчас скажу, вот если кто-то сидит ребенок, если родитель взял ремень, ну мы-то без ремня обходимся, взял ремень, посадил такого же как-то подростка и сказал, смотри, смотри, пригодится. Вот. И сам одним ухом слышит, о чем идет речь, да, родитель? Вот. А что он над ним ухом слышит? Наши предки были высоко развитыми людьми, а не обезьянами. А растения были очень-очень культурными. Доль человека, не человек их оккультурил, человек их угрозил. А люди дичали. И деревья дичали. Вот. Потому что выдержать такой климат было невозможно. Стоит только создать условия, нет, не климат, а специальные условия. И тогда к ним возвращаются райские качества. Вот такие абрикосы были в районе. Да, согласен. Но у меня ремнем не надо запугивать. Да, я тебя же только запугивал. Я сказал, если где-то, полушутя, если где-то, папа или мама скажет, иди к экрану, хватит всякую ерунду смотреть. Посмотри, чему учит вот этот ребенок десятилетний, даже девятилетний, который рядом со мной. Чтобы ты так же точно. А потом, чтобы ребенок сказал, я хочу иметь такой сад. Папочка, мамочка. Вот. А на дальнем плане что? Ну, вишня. Что-то, конечно, ты не знаешь. Не знаю. Откуда? Давай говори, если правда запомнил что-то. Ты же собирал эти вишни? Да, эту вишню я собирал. Но вкусно-вкусно очень. Как называется? Сейчас. Вишня. Вишня. Сибирская. Сибирская, да. Штамбовая. Штамбовая. С генами черешни. С генами черешни. Я понимаю, ты не мог с одного раза запомнить. Ну, ничего. Вот. Чудо. Так. Ну, здесь это самое, этих ребят, ты знаешь. Вот. Ты себя узнаешь. Вот. Это созревает китайская слива. Ты этого еще не слышал. Я тебя ни разу не знаю. Я это слышала. А, ты же собирал. Внутренний. Да, я ее ветром и собирал. Только я ее собирал с пола. Я ее не рвал. Потому что мы все берем только переспелое. Чтобы лучше ковырялось и деревья лучше садились. Ну, потому что... Лучше прорастали. Уши прорастали. Потому что недозрелые, они, ну, или просто зрелые нормально, они не будут хорошо так сореть. Правильно, правильно. Так. Как это я тебе хорошо говорю укладываться. Слушай, и когда-то, это... Я когда школьником был, да, я был на особом положении. Вот. И меня, ну, не считанный. Вот такой, какой ты сейчас растешь. И меня учителя говорили. Ну, давай это самое. По истории, по географии. Давай сходи в библиотеку и какой-то, как бы, не совсем обычный сеанс проведи. А мы тебе пятерку поставим. Догадайся. Поставили пятерку? Ставили пятерку? Ставили. Вот. Поэтому вот тебя ждет то же самое. Ты должен отличаться, чем-то выделиться из общей массы. Это должен быть каждый. Кто-то хорошо рисует, кто-то танцует. Кто-то быстрее всех бегает. Вот. По мне есть почти, значит, все качества. Ну, все. Погоди. А с возрастом они что делают? И все... Развиваются. А-а-а развиваются. Развиваются. Исчезают. Надо хоть что-то ухватить. Идем дальше. Я не шучу. Не езжай, особенно в школе. Ну, сейчас мы школу не будем трогать. Так, пойдем дальше. Кажется, так как раз. Там почти не видно, смотри. Кто там ниже сидит? Вот там, что-то девочка. А там еще вот Тимохо сидит. А кто? Что за девочка? Это Соня. Соня. Моя сестра. Вот это и есть райский сад. Да. А это девочка? Здорово. Да. Не да, а кто? Твоя сестренка? Лера. Лера. Валерия. Валерия Шелест. Полное имя. А это твой сын. А, знаешь, что интересно? Вот тут ты наверняка не помнишь. Красная груша. Вон, по самому небу. Название, наверное, вряд ли ты помнишь. Сейчас знать не можешь. Нарядная. Нарядная. А, нарядная. Нарядная. И Ефимова. И тут вверх, вот я показываю. Вот так вот. Да. А их калечат для чего? Считают, что это неправильно. Нельзя это калечить. А мы тоже калечим. Но специально и по другому поводу. Так вот, у меня с фотографией, это я говорю тем, кто постарше. Как вы будете готовить дерево маточным делать? Вот это дерево, ровно половину вот так вот, жиг. Вот так. Половину. Вот так вот. Поперек. И с нижней части полезли. Ой, как теперь вернуть назад? Сейчас, минуточку. Ой, давай я знаю. А ты знаешь. А, ну да, ты же у нас компьютерчик. А, все, все. Спасибо. Надо же. На учебу. Да, и дети. Павла, и я да. Так вот, отрезается половина, а дерево становится маточным. Все эти части вот так вот полезут. А мы их отрезаем. И что сейчас мама-то и делает? Она сейчас с балкона, пока мы сидели, забрала мешки с черенками. В том числе и вот с этого нарядных ему. Одна из лучших сортов в мире. Утрамедаль на международной выставке. Вот. Это переделка. И кто постарше, это должен знать. Потому что вот так вот она очень мало веток дает. Вот одна, две, три, ну пять. Вот. А потом она, когда мы ее отрезали, на следующий год уже было 50. Ну, я не мог удержаться, хотя, конечно, это еще не твой возраст. Но, паковать умеешь, собирать умеешь, подписывать умеешь, статусировать умеешь. Это самое. Вот. Тебе осталось что? С этого лета 10 исполняется, и вперед парень. Все. Я тебе буду все... Вот у меня не будет, а тебе будет 11-12. Больше, если с мамой деньги зарабатывать. И знать должен больше нее. Да есть сейчас у меня опыта столько же очень. Ну, 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 ты любишь поговорить. Все, идем дальше. Так. Теперь давай поговорим про церковь. Так, Юлик, что у тебя за ситуация такая несерьезная? Вот. Меня знаешь, что эта фотография удивила? Вот это. Такое впечатление, что ты был поражен величием, красотой. Да, я это помню. Мне понравилось очень. Понравилось, да. То есть хоть что-то в душу запало? Да у меня сейчас в душе садоводство сидит. Я его про верю. Ладно, рано спрашивать. Веришь ли ты в Бога? Я верю в Бога. Молодец. Так, теперь берем, допустим, следующую пусть будет... А, ну, это девочки, которые помогали и тоже зарабатывали деньги. Вон, видишь, напасованы уже по десятку. Это их работа. Ну, это было года два назад. Так, теперь, вот этот юноша, что он делает? Прикалывается? Ну, он не прикалывается. Он абрикосы укладывает, чтобы не холодно было, чтобы просли лучше. Получишь двойку. Абрикосы гниют, если их закрывать снегом. Двойку получишь. Ну-ка, думай. Не абрикосы, а? Терезия. Так. Ну, это хорошо, что ты не ответил. Сейчас посмотрят сотни детей, да? И будут знать, что не боятся укрытия. Нет, боятся, но не сильно. В отдельные годы, в 40-х годах морозы, не мешают саженцы, персика, укрыть. Вот. А я, Тимош, он состав с тебя. Вот в это время ему было где-то 9 лет. 10, 10-10. А, 10. Я сказал, ну-ка, бери эту самую большую лопату. Иди работай. Тут же нельзя залить детей. И так этот телефон вас портит. Ну, отругали человека, который сделал этот памятник. Нет, боялся, где-нибудь в сквере, да? Хороший памятник. Это сборный образ садовода-серногорца. Мы же самые крутые в России. Кто не согласен, да таких уже не осталось. Мы самые крутые в России. Да, мне то, что кажется. Так, скажи, пожалуйста, драться надо больше? Да, драться надо учиться. Ты уже сколько, года два, где доходишь? Ну, да не, уже 4. Да, ну, 3. Ну, ладно, 2, 3. Ну, 3, ладно. 4 варианта. 3. Вот. А это дополнительное занятие. Значит, дзюдом-дзюдом, но должно быть так. Если ты один раз ударишь, ответ уже не последует. Раз. Это если набить правую руку. А если научиться левую руку ставить блок, то тот, кто тебя ударит, и ты сможешь этот удар отбить, то это его последний удар. Раз он уже будет, он уже не сможет ударить. Вот. Вот этому я долго, упорно учил Тимошу, чтобы у него рефлекс выработался. Да у меня есть рефлексы. У меня таких много. А почему? Каждый раз, когда мы приезжаем, я заставляю... Насценироваться. Так. Так. Ну, растет семья, растет, да? Да. Растет. Вот. Ну, это мой сын, который на Украине. Первый этот самый... Первый, как он называется? Первая добыча. Да, первая добыча. Покажи, что это. Дело в том, что... Ты же понимаешь, что это Сергей Железов. Сергей Валерьевич. А я сказал так. Это и тебя потом будет касаться. Любой мужчина должен взять оружие. Раз. Защищаться от четвероногих. Вот там медведь. Бывает по древней древней. Раз в сто лет добегается. Раз в сто лет. Вот. Раз в сто лет. И от двух ног тоже надо защищаться. Мы, старшее поколение, должны растить мужчин. Ну, а дальше что? Суровое буднее. Ну, эту даму ты даже не помнишь? Я помню. Вот. Все на полном серьезе. Температура воды плюс один. Вот. Идем дальше. Это мне тогда семь лет было. Так. Прибивка черешни на ту самую вишню медведьскую. Помню, я сказал, вишня семерская штампа, с генами черешни. Вот это и есть. Внедрение генов черешни. То, что в науке свои термины. А у меня свой термин. Инфицирование. Когда-то я буду переучивать. Но это тебе еще рано знать. Это просто я не мог пройти мимо этой фотографии. Ну, болезнь такая у меня. Вот. Девять сортов привита на одном. Вот. А это кто? Ну, я не узнал. Тетка свою не узнала. Когда она была еще девчонкой. То это даже темнота. А вот это знаешь что? Вот. Это особый случай. Я на сливу привил абрикос. Получил уникальный плод. Который в два раза больше, чем родительского дерева. Вот. Но я тогда... Ну, вот ты почему вот эта фотография здесь? Это я всем говорю. Потому что, во-первых, я сам был молодой садовод. Это вообще девчонка. Вот. Стыкал, где хотел. Снимаю. Стыкал, где хотел. Как хотел. Но такие уникальные результаты требовали продолжения. Но откуда я тогда знал, что надо веточку с этого дерева и спасти эту уникальную гибрид виши. Это самое. Абрикос слива. Уникальный гибрид. Пришла зима, и веточка погибла. Все? Это я уже опять вот уже для взрослых жалуюсь. Так. Это наш гость. Интересный. Вот. Вот смотри. Тебе было семь лет. Смотри, какой у тебя почерк хороший. Фаина. Фаина. Придет время, и ты будешь отличать веточки фаина, на которой густо-густо растут эти почки. И уже не тебе, уже не надо будет подписывать. Так. Ну, наверное, на сегодня хватит. Давай сейчас полюсим чуть-чуть. Давай. Вот это солнышко. Чтобы сказать, что у нас четвертый фильм. Ну-ка, теперь лесникан. Ну-ка, ну-ка, давай. Что там не так? Смотри. Ну-ка. А что ты там хотел увидеть? Смотри, там пожар, что ли? Там не пожар. Там мангал. Там мангал. Понятно. Кстати, он не горит. Это только такое впечатление, что он горит. Вот. Так. Ну что, будем заканчивать, да? Ну, можно. Так. Теперь давай, как отсюда выйти, показывай. Смотри, чтобы отсюда выйти, надо, может, сюда лежать. Вот так просто. И потом вот этот крестик. вопрос. Вот. Вот на этом мы, наверное, закончим. Вот представь себе, ребенку на этот момент было тоже 9, по-моему. Вот, дед, я вот скоро, вот, когда лето будет, я уже... Так у него уже есть персональное дерево, а у тебя нет. Так вот, будешь догонять. Я к чему говорю? Я говорю к тому, что персональное дерево, это особое отношение с природой. Это ты посадил. Это ждешь первого рожая. Наконец дождешься. Представляешь, что тебя ждет? Это не долго. А я могу очень хорошую информацию сказать. Давай. Когда ты садишь дерево, его нельзя, его нельзя делать вот в такую вот глубокую прям, вот такую улынку, типа. А ты, надо на небольшую гору. Так погоди, я тебя этого не учил. От кого ты услышал? Это? Да я знаю просто. Я в городе там. Мы с друзьями, когда ездили на карьер, мы решили с ними дерево посадить. Так. Ну, там еще у меня мама плавала, у меня дети. Ну, извини, я на всю страну кричу садить на холмы. Что, уже это... Так дошло до детей, что ли? Ну, да, дошло. Надо же. Так, ну, каким снимком мы это будем? Вот смотри. Придет время, да? И ты будешь таким крутым. Как Тимоша. Я уже настолько крутой. Как Тимоша уже. Вот. Значит, я хочу, чтобы когда-то вот так было. Ты, 100-граммовые планы. так, и чтобы была подпись единственное дерево на планете. Такое, такое. Это, я умудрился в три раза увеличить размеры этого самого мичуринского сорта абрикосов. Три раза. как научим. Вот. Ну, а это, это скромненькие уже, знаете, знаешь? Ну, да, это скромненькие. Это серафием. Вот те, маленькие, смотри, самые маленькие плоды. Да, серафием. Могут. Нет, не у всего. Дело в том, что я тебя такими не угощаю. Я тебя угощаю вот такими. они могут быть. Знаешь, почему? А ну-ка, я тут что-нибудь выдашь на уровень академика. Ну, давай, скажи, почему. В них могут насекомые залезть. В кислянину не полезут. А еще они могут быть недозрелые. А, ну, и другое дело. И что они делают недозрелые? Снимают и на продажу. Да, и на продажу. А эти не могут только земли собираем. Ну, что, будем заканчиваться. Давай вот это вот сейчас. Как ты мне научил, я нажал. Вот. И будем закругляться. Ты знаешь, вроде бы фильм получил. Хоть чему-то да научим. Фоточку какую-нибудь красивую, например, с собачкой. Ой, с собачкой. Ага. Охрана, встает охрана. Нет, все равно как-то остановиться, что для этого надо? Для этого надо какой-то финал. Ой, я чувствую у тебя такие занужены, у тебя такие способности. Боже мой. Деда, у меня их больше, чем тебе кажется. Ха, вот, Дима, закончилось. Извини за грустный финал. Пахать придется. Пахать. А? Да я с радостью, дед. Ага, с радостью. Это вы сейчас улыбаетесь. А дать вам это самое, полсотки и лопату. Ну, дед, это бесплатно бы сделаем сейчас. Да бесплатно. Ну, сейчас бесплатно поговорим в другой раз. А пока, вот, счастливое детство. Вот оно. Да, ой, я помню, как, как я, как я, я тогда начал бить, потом я увидел там паука и такой, ой, нет, все, я вали отсюда, я не буду здесь сидеть. А, ты же сбежал, паука испугался, ну, ладно. Да, ну, я, я арахнофоб. Нет, чего, чего, я арахнофоб. Я арахнофоб, это, так ты знаешь, что, это, жуки, эти, что, они арахниды, а это откуда ты знаешь? Ни один ребенок не знает, это, это термин, арахниды, а ты откуда? Ну, знаю так. Может быть, есть польза от этих, от фотоаппаратов, от этих, от телефонов? Да, там этого не показывают, сейчас это, сейчас это, как ты мог, а, это самое, как ты мог этот термин, откуда ты его услышал? Ну, знаю так просто. Есть такой, арахнидафоб. Чего, что это за ребенок такой? Да, я, наверное, сейчас ребенок, у меня где-то 15 лет. Да, я чувствую, что ты родился взрослым, мне немножко это смущает. Прикольный снимок. Да, да, да. Ему было всего 4 года, я бы за него взялся, за своего брата Сашку. Ну, да. Слушай, тут еще, по-моему, целый фильм. Нет, уж так. Давай на следующий сервис, а? Давай. Все. Давай мы помашем лапки, вот так вот. Где там, а, вот, вот. До свидания, друзья. До свидания. Спасибо за внимание. Ну, хоть что-то, услышали какое-то там название. Господи, боже. Знает слово Родофопта, что ли? Все. Закончили, а то у меня сейчас это, от удивления, со стула упаду. Субтитры создавал DimaTorzok